Как лучше всего обучаться подводной фотографии? Есть, конечно, на эту тему есть разные мнения, да, вот, но моя концепция обучения подводной фотографии, обучения именно в бассейне, ее важность, она родилась из практического опыта многолетнего, скажем так, да, потому что я перепробовал разные варианты, практически все существующие, да, и пришел к выводу, что самое эффективное обучение все-таки происходит в теплых ламповых условиях родного бассейна, да, в родном городе, где вы живете, вот, а почему? Ну, естественно, вы все ныряете, да, и знаете, что такое открытая вода, вот, и, ну, например, рассмотрим сафари, да, дайвинг сафари. Дайвинг сафари подразумевает, что вы, как подводный фотограф, на обычном дайвинг сафари всегда в меньшинстве, да, то есть вы всегда личность, подчиненная группе, да, вы всегда должны быть, ну, как бы следовать за тем, что придумано дайвгидами, тот план, который придуман для того, чтобы показать людям как можно больше разных дайвсайтов, да. Если вы приехали с целью учиться подводной фотографии, и вот вы вообще полный новичок, да, и вам даже обещают, что вас сейчас тут на сафари научат снимать под водой, ну, представьте себе, как это вы будете делать, о какой учебе может идти речь, когда вы будете каждый раз нырять на новом дайвсайте, да, то есть если вы что-то сфотографировали даже на предыдущем месте, да, и сделали какие-то ошибки, исправить вы их уже здесь не сможете, и вам нужно будет пытаться снова найти похожий сюжет на следующем дайвсайте уже, да, вот. Остановиться, как правило, вы не можете надолго, да, значит, если у вас, хорошо, если у вас есть бадди, с которым вы вдвоем ныряете, да, вы можете отстать от группы, там, где-то зависнуть над какой-то кочкой, ее фотографировать. Если у вас такого бадди нет, и вам назначили бадди просто вот рандомным образом из тех людей, которые были с вами на сафари, это будет вызывать у этого человека, скорее всего, истерику и недовольство, почему вся группа, вот, поплыла, там, смотреть красивую какую-то, там, локацию, а мы висим над какой-то бессмысленной кочкой, по мнению этого человека, да, а не фотографы, вот. Ну, в общем, одинокий подводный фотограф на сафари – это человек такой, как бы, угнетенный, обиженный и постоянно, значит, вынужденный приспосабливаться, значит, и все тобой недовольны, ты вечно опаздываешь, значит, с камерой ты в зодиак заходишь последний, потому что ты вдруг вспомнил, что ты забыл поменять, там, какие-нибудь батарейки, там, в боксе, в общем, все уже сидят злые в зодиаке, тебя ждут, а ты там все еще прикручиваешь крышку на вспышке, да, вот. Ну, и опять же, да, если брать обучение, это вот сейчас просто, вы уже фотограф, вы снимаете на сафари, да, вот. Если, ну, есть другие варианты, есть сафари, которые предназначены для фотографов, когда фотографов много, и они задают, как бы, там, уже план погружения, и к их потребностям прислушиваются, это вот, на таких сафари, вот, ну, вот, мы такие сафари устраиваем, как журнал «Предельная глубина» для фотографов. Вот, например, сидит уважаемый Сергей Скворцов, он на таком сафари присутствовал, он знает, что такое, что бывает и другой вариант, когда все нормально, да, фотографы приветствуются. Вот, а если брать обучение, опять же, да, в чем, как бы, состоит принцип вообще любого обучения, да, это повторение каких-то навыков до тех пор, пока они не становятся у вас, ну, на уровне автоматизма, да, то есть не овладеть, не овладев техникой, съемочной техникой, именно, железом, на уровне автоматизма, да, говорить о какой-то серьезной съемке, там, о художественной стороне фотографии рановато, да, нужно понимать, где какие кнопки ты будешь нажимать под водой и делать это так, чтобы у тебя это не вызывало затруднений, да, и, как бы, ступора, там, ой, я забыл, а какую кнопку мне нажимать и где там в меню эта функция, вот. Именно для этого, для того, чтобы, вот, добиться запоминания, да, и морторные навыки, чтобы появились, нужно делать, как бы, одни и те же процедуры, да, в течение какого-то времени в условиях, которые тебя не отвлекают от, именно от этого занятия, да. Остановиться, да, вот, даже, хорошо, приехали мы не на сафари, а просто на дейли-дайвинг, да, куда-то. Для того, чтобы организовать процесс обучения на дейли-дайвинге, это проще гораздо, чем на сафари. Это можно сделать, и вот такой вариант, как бы, если есть возможность обучаться подводной фотографии на дейли-дайвинге, да, то это, в принципе, это очень похоже на обучение в бассейне, потому что можно всегда найти какое-то место под водой, и, так как береговая нырялка подразумевает, что лодка куда-то далеко не ходит, практически дейли-боты всегда ходят на одни и те же места, да, и, в принципе, можно приспособиться, найти какое-то, значит, место, локацию на дне, где можно будет расположить ученика, да, и, значит, попросить его выполнять необходимые упражнения, да. Вот, но, опять же, да, это накладывает некие ограничения, например, в некоторых странах существует запрет на то, чтобы дайверы опускались на дно и сидели, вот прямо сидели на дне, да, на песке. За этим следят, это вызывает истерику у местных, там, дайвгидов, и в некоторых местах есть специальные рейнджеры, которые следят за тем, чтобы никто дна не касался, все только в нейтральной плавучести плавали. Вот, а для обучения подводной фотографии, как-то ни странно, плавучесть как раз во время обучения подводной фотографии, такой навык, как плавучесть, он не нужен вообще. То есть в бассейне, когда я обучаю подводной фотографии, ученики у меня не плавают. Наоборот, я им говорю, ребята, вот сколько вы там берете грузов, еще два килограмма положите сверху, чтобы вас точно не подкидывало. Потому что будем сидеть на дне и, сидя на дне, будем делать упражнения. То есть в статике все делается, да. То есть нужно уверенно сидеть, а иногда надо даже и не просто сидеть, а надо лежать на дне. Причем так хорошо, вот, стараться превратиться вот в камбалу, в такую плоскую, чтобы как можно более низкой точки снимать. Вот, поэтому, как бы, да, можно устроить обучение на дейли-дайвинге в некоторых местах, но, опять же, вот нужно смотреть на местные какие-то особенности, да. Вот, ну и плюс все равно, да, вы понимаете, что, опять же, это все равно дайвинг в открытом море, который может все что угодно произойти, может поменяться погода, может, то есть есть, ну, как бы, отвлекающие всякие разные факторы, да. Когда ты, там, человека просишь что-то сфотографировать, а в это время вдруг приплывет какой-нибудь Наполеон, да, и все, внимание потеряно. Студент вместо того, чтобы фотографировать коралловую кочку, тупо стоящую на дне, никуда не убегающую, да, он, значит, гонится за этим Наполеоном, потом ты его за ним, потом его возвращаешь, в общем, куча времени проходит, да. Вот, поэтому, все-таки, поэтому обучение в бассейне, его очень трудно чем-то заменить. Это как бы вот как в обучении дайвингу, есть у нас курс open water, да, который сначала делается обязательно в закрытой воде в бассейне, да, в условиях, где ничто не отвлекает, нет течений, вот, небольшая глубина, то есть, ну, в общем, как бы вот условия самые идеальные для того, чтобы оттачивать какие-то навыки. Вот, вот на этой фотографии, это конфигурация, значит, компактной камеры Olympus TG6, которую я очень активно использовал для обучения, ну, вот, совсем-совсем новичков, значит, ну, и в бассейне, и в том числе, вот. Камера эта хороша тем, что она, ну, позволяет очень много, значит, сделать в воде, практически можно за один, за одно погружение можно снимать как макро, так и широкий угол, то есть сменная широкоугольная насадка меняется прямо под водой, и не нужно всплывать на поверхность, чтобы поменять бокс, на боксе, там, порт и линзу. Если вы посмотрите, зайдете, ну, были на выставке фотографической здесь, которая у нас выставлена, там есть несколько фотографий, снятые TG6, в том числе моя висит там фотография, снятая широкоугольной насадкой, фотография ромы-хургады, морской коровы, вот, и при этом очень вот показательно и интересно, там висит две фотографии коровы, вот этой вот, в марсаламе снятые, да, одна фотография снята на Canon R5, знаете, да, что это за камера беззеркальная, и сколько она стоит, да, а сверху R5 сняты коровы, внизу коровы сняты камерой TG6, которая стоит 30 тысяч рублей, вот. Ну, вот, постарайтесь найти там очень большие отличия по качеству между этими двумя картинками, да, то есть разговоры о том, что там, вот, великое там и самое высочайшее качество можно получить только покупая самые топовые дорогостоящие камеры, это все, в общем, полная ерунда, потому что, если вы умеете снимать, то вы снимите и мыльницей, так что это можно будет потом печатать большим форматом, и у вас будут фотографии эти брать, журналы для публикации, вот. Вот, но, но, не все компактные камеры удобны для подводной фотографии. Есть камеры, которые хорошо снимают, например, на суше, мыльницы, да, скажем так, да, но у них очень неудобный интерфейс и очень сложное меню, и для того, чтобы что-то там поменять в настройках, нужно очень долго тыкать пальчиком в кнопки, да, что не очень удобно. Под водой надо минимум телодвижения делать с камерой, чтобы получать хороший результат. Практически все настройки мы делаем заранее, да, перед тем, как ныряем. Вот. У «Олимпуса» очень дружественный такой интерфейс и очень легкое меню, и все настройки меняются, в общем, очень быстро. Вот. Ну, так как камера в свое время разрабатывалась, как бы, изначально сразу для подводной съемки, поэтому она очень удобно устроена. Вот. Это тоже камера «Олимпус», только уже в боксе «Наутикам». Это беззеркальная камера, то есть беззеркалка полноценная со сменной оптикой, да, то есть можно менять объективы и порты на суше. Также эта камера уже, ну, скажем так, уже по сравнению с «Олимпусом ТГ-6» это уже топовый уровень, который, ну, как бы, дает качество максимально возможное в этом формате камер, да. То есть «Олимпус» не делает полноматричных камер, они делают только беззеркалки с матрицей «Микро-4 на 3», которая в два раза меньше, чем полный кадр. Вот. Но, тем не менее, тоже она позволяет снимать очень высококачественные картинки. И вот для обучения я использую и камеру попроще, и камеру посложнее. Все зависит от того, ну, что хочет ученик получить в процессе обучения и, ну, к чему прийти в результате этих курсов, да. Потому что задачи у всех могут быть разные. Вот для того, чтобы в бассейне можно было, как бы, делать, как бы, вот процесс обучения, чтобы был наиболее эффективным, нужны декорации, которые ты будешь под водой снимать. Вот такие вот декорации я использую. Это, как бы, то, что, ну, обычно использую для оформления морских аквариумов, да, пластиковые кораллы, которые ставишь на дно бассейна. И вот, как бы, на них очень легко, просто и мгновенно сразу видно, значит, все ошибки, да, которые может сделать новичок, да. То есть правильная установка света, да, вот она, как бы, легко достижима при помощи вот таких декораций. Потому что, ну, если этих декораций нет, то как и на чем вы будете учить студента под водой, да, снимать кафельную плитку на дне, да, это бессмысленно, да. Вот, но вот такие вот кораллы, они, как бы, модульные, то есть их вот у меня, например, два, они сейчас вместе так вот стоят, их можно разнести друг от друга подальше, то есть можно разные конфигурации этого кораллового рифа в бассейне придумывать. Можно одну, эту коралловую кочку поставить сверху на другую и получить такой высокий пинакл такой, да. И все это позволяет разные ракурсы попробовать студенту, разные техники установки света, вот. Ну, это вот просто, как бы, иллюстрации того, кем населен этот риф, чтобы студенту было интересно, значит, заниматься, ну, отработкой навыков, например, макросъемки, да, то есть сам большой коралл, это для отработки техники широкоугольной съемки с фишаем, там, или просто широкоугольной насадкой, вот. Но у нас же еще есть вот очень популярный жанр макрофотографии, для этого вот риф населен всякими мелкими существами, которые, значит, интересно разглядывать, фотографировать и на них отрабатывать уже эти навыки. То есть получается, это такой универсальный девайс, при помощи которого можно освоить все жанры подводной фотографии, и макро, и съемку на таких средних значениях, фокусных расстояний, то есть используя зум-объектив, вот, и на экстремально широком угле, на фишае тоже мы можем, вот, кроме этого, вот для того, чтобы отрабатывать вообще, как бы, самый экстремальный вид макросъемки, это называется супер-макро, да, то есть когда мы снимаем в масштабе не один к одному, а уже в масштабе два к одному или три к одному, то есть я использую вот такие вот маленькие совсем фигурочки, вот, например, вот эта вот рыбка металлическая, она длиной два сантиметра, вот, вот на ней можно, как бы, отрабатывать уже супер-макросъемку, она это позволяет, вот, для того, чтобы не всегда, не всегда мы используем под водой только широкий угол, то есть только фишай, я имею в виду, да, иногда есть какие-то виды съемки, которые лучше делать при помощи зум-объектива, у которого диапазон фокусных расстояний от просто широкого угла до, скажем так, ну, слабого телевика, если так можно сказать, или до уровня нормального объектива, да, вот, вот такие объективы тоже используются, особенно для фотоохоты на каких-то животных среднего размера, да, то есть они еще, они уже большеваты для макрообъектива, да, но еще слишком мелкие для широкого угла, вот, их можно фотографировать при помощи зума объектива, вот для этого, например, есть у меня такой осьминожек, вот, он где-то 15 сантиметров, он так в размахе своих лап, да, но очень тоже наглядно и хорошо на нем получается отрабатывать вот установку вспышек света для того, чтобы показать, как это все работает, да, вот. Вот, ну, вот иногда приходят ученики, естественно, и со своей фототехникой, да, и в таком случае я все равно беру свою камеру под воду, и человек снимает то, что я ему говорю, что нужно отснять своей камерой, тут же я повторяю то, что человек снял своей камерой, мы сравниваем результат и таким образом, значит, ну, получается, ну, как бы, дотягивая до уровня того, который нужно получить, да, вот пример такой фотки, вот там написано, кто автор, и камера, кстати, довольно уже старая, вот эта вот ТГ-830, их уже давно не выпускают, но человек вот пришел, говорит, вот у меня есть такая камера, вот я, помогите мне, как бы, понять, что она может, насколько из нее можно вытянуть вот какую-то картинку, да, ну, вот мы добились вот такой вот макрофотографии, вот я вам говорил, да, что это рыбка 2 сантиметра, да, больше, ближе уже эта модель не позволяет, да, более современные модели Олимпуса позволяют снимать в большем масштабе, вот, но тоже человек вот остался очень доволен результатом, вот, это у у нас, да, это ТГ-6, вот, значит, ну, вот примеры, да, того, как эти камеры могут снимать. Ну, вот здесь, к сожалению, из-за какого-то несоответствия соотношения сторон телевизора и ноутбука идет искажение картинки, видите, она так немножко сжалась, да, с боков, не знаю, как это исправить, но обратите вот внимание, да, это вот слева, это фотография ученика, который пришел на занятие и, значит, мы только вот вошли в воду и я его попросил, говорю, ну, вот, причем человек пришел уже с опытом съемки, то есть он не просто новичок, а у него уже камера есть, он довольно давно ей снимал, я говорю, ну, вот, покажи мне, как ты снимешь меня, вот, в предлагаемых обстоятельствах вот с этим коральчиком, вот он меня снял, вот, кадр слева, начало обучения, да, в конце занятия, вот, он сделал кадр тоже со мной, как бы, точно там же, в этом же бассейне, те же самые условия освещения и всего на свете, да, вот, почувствуйте, как говорится, разницу, да, что можно сделать, да, момент такой еще интересный, да, каким образом происходит общение наше под водой, ну, вот, раньше было, как бы, все сложнее, да, когда ты обучал, приходилось заранее все проговаривать на поверхности, на брифинге, и, ну, там, можно было брать с собой доску, да, на которой карандашом можно было там написать, что мы делаем, но все равно это вот приводило порой к тому, что что-то могло забыться, и нужно было бы, нужно было всплывать на поверхность, опять говорить, что делать, да, вот сейчас, слава Богу, появились вот современные технологии, которые нам помогают общаться под водой, никуда не всплывая. Вот здесь на выставке есть стенд компании «Дюслейт», они делают первые в мире сделали электронный планшет, такой, ну, планшет, да, на котором можно писать прямо под водой, и что удобно, если вот карандаш раньше было там очень трудно стирать, с этого белого пластика, да, напишешь, а потом еще 10 минут стираешь, чтобы что-то новое написать, то там одним касанием ты этим стилусом так тычешь в определенное место на этом планшете, и то, что ты написал, сразу стирается, и у тебя опять готово, ты готов писать и рисовать. Поэтому под водой мы общаемся при помощи вот такого планшета, я прям под водой пишу человеку, что мы будем делать сейчас, вот сейчас снимаем вот так, рисую прям схему того, как в кадре должны быть расположены объекты съемки, вот, ну, подсказываю, что нужно делать, какие там установки в камере, вот, и человек снимает, мы смотрим тут же вместе на мониторе камеры, что получилось, и я тут же пишу сразу мгновенно, говорю, вот здесь нужно было диафрагму сделать такую, здесь вот свет не туда пошел, надо было вспышку поставить вот так, и мгновенно все происходит, как бы процесс закрепления, да, материала прошедшего происходит в реальном времени и очень быстро. Мы никуда не всплываем, поэтому мы весь дайв сидим вот на дне рядом с этими кораллами и им молимся, поклоняемся, да, вот. Поэтому вот я в очень многих бассейнах в Москве обучал подводные фотографии, и первое время было очень тоже всегда сложно договариваться, приходишь в какой-нибудь клуб, говоришь там, вот у меня ученик по подводной фотографии, мы будем заниматься вот вдвоем, там можно вот, например, я приду к вам завтра, там вас только-то, и мне говорят, да не, вы что, у нас там будет группа open water, мы их будем обучать, как же вот, и вы тут со своей подводной фотографией. Я говорю, ребят, поймите, мы вам не помешаем, мы будем сидеть в одном уголочке, сидеть над ним, вообще не будем в толще воды, вот, мы будем просто как предмет мебели, и вы там ни разу даже об нас не споткнетесь, потому что мы вам никогда не помешаем, вот. Поэтому главное, чтобы была вода, главное условие, и дно, все, вот, вот что, все, что нужно нам для того, чтобы заниматься подводной фотографией. Значит, ну вот тоже, как бы, пример, который показывает, да, насколько близко нужно с фишаем приближаться к объекту съемки, чтобы получить, ну, как бы, желаемый эффект, да, то есть вот под водой при съемке с широким углом с фишаем значение имеют не метры дистанции, да, до объекта, а сантиметры, да. Выразительную картинку можно получить только приблизившись к объекту съемки на минимальную дистанцию. Ну, это, как бы, не догма, да, есть такие виды съемки широкоугольные, да, когда ты не можешь приблизиться к объекту, ты, наоборот, снимаешь панораму, перспективу, там, в очень прозрачной воде, в больших каких-то пространствах, но, ну, это другая история, и этому, ну, как бы, это гораздо проще, чем, то есть для человека, да, снимать удаленные объекты широким углом гораздо легче, чем снимать объекты вблизи. То есть из-за особенностей нашей психологии мы не можем, не позволяем, новички фотографы не позволяют себе приближаться к объекту съемки на правильную дистанцию, да, и снимают с слишком большого расстояния. Вот, вот это мы преодолеваем этот страх приближения к объекту в бассейне. Значит, еще момент такой, ну, вот искажает, только правильно отображает только горизонтальные кадры. Еще момент такой, для того, чтобы научиться снимать под водой со вспышками, да, нужно уметь снимать без вспышек. То есть правильная последовательность обучения подводной фотографии, это сначала учимся снимать при естественном освещении, а потом добавляем свет вспышек, потому что вспышки это всегда дополнительный источник освещения. Многие новички делают ошибку, думая, что вот вспышки, вот сила, да, вот ноги, крылья, вот в этом случае значение имеет как раз свет солнца, и даже если на улице пасмурная погода и небо затянуто тучами, все равно, если мы снимаем под водой днем, днем самый мощный источник освещения это солнце. Вспышки это только вспомогательные, поэтому вот задача обучения это показать, вот, кстати, это вот в руках у модели вот этот планшет Dyslate, на котором можно писать. Всем очень рекомендую посмотреть эти планшеты, стенд где-то там в середине выставки компании Dyslate. Они, кстати, сейчас сделали новый уже полноценный, если это просто как электронная доска, да, они сейчас, то есть Slate, это электронный Slate, да, вот вспомнил слово наконец-то, господи. А они сейчас создали планшет электронный подводный, полноценный, в котором, ну, то есть это уже маленький персональный компьютер в формате планшета, в котором можно нырять глубоко, и причем там, как бы, они уже совместно там еще с одной компанией сделали систему, то есть можно сделать систему подводной навигации вместе с этим планшетом, который будет совместно работать. То есть если в акватории расставят заранее там специальные датчики, то этот планшет будет определять ваше местоположение под водой, рисовать карту, то есть там такие функции. Ну, правда, стоимость этого планшета, я когда подошел вчера, там Евгений Александров, хозяин этой компании, говорю, сколько стоит-то этот, вот этот планшетик-то у вас, он говорит, 250, я говорю, 250 чего? Долларов? Он говорит, ты чего, тысяч рублей? Я говорю, оп, ну, поэтому вот мы пока вот этим вот будем Slate, компользоваться, вот он недорогой, что-то он там в районе 6 тысяч рублей стоит. Сколько? Пять. Пять даже? Ну вот, вообще, это ни о чем, как бы. Вот. Да, вот эта вот фотография очень показательная. Один из редчайших случаев, когда я обучал под водой в бассейне, сразу двух человек, это был папа и дочка. У обоих фотокамеры, у обоих олимпусы, вот у дочки как раз был вот этот более старый 830-й, а у папы был ТГ-6. Вот. Это очень редкий случай. Почему? Потому что я считаю, это мое глубокое убеждение, что обучать подводные фотографии под водой можно только один на один, никаких групповых занятий под водой быть просто в принципе не может, потому что настолько вот нужно быть погруженным в ученика, понимать, что он делает от кадра к кадру, как идет его под водой вот прямо во время занятия прогресс, что держать в голове несколько человек вот так и давать им задание, что-то снимать и потом сравнивать, ну ты просто, это задача для человека, у которого, наверное, три головы должно быть или четыре, да, чтобы это успевать это делать. Поэтому, чтобы обучение было действительно качественным, как бы, как бы я не любил деньги, я буду обучать только один на один всегда, вот, иначе толку будет никакого. Однажды пришли ко мне на занятия тоже муж и жена, и тоже у обоих фотокамеры сказали, ну мы настолько вот вместе под водой, вот, прям не разлей вода, мы хотим у тебя учиться, и вот можно вот мы, ну я говорю, лекции слушать-то может хоть сто человек, не вопрос, но под водой, говорю, лучше, чтобы мы были один на один. Они говорят, нет, давай попробуем, у нас мы, мы вот такие прям вот пусечки, мы все так будем делать, ты вообще в нас не разочаруешься, в общем, мы погружаемся на дно бассейна, у, как бы, отца семейства, тут же начинает протекать маска так, что он ничего не видит и не понимает, но я начинаю занятие уже с его женой. Он всплывает, чтобы поменять маску, всплывает, меняет маску, погружается, у него садится батарейка в боксе, он всплывает, поменяет батарейку, потом он меняет батарейку, погружается, у него отказывают вспышки, вот. Потом у него начинаются проблемы с плавучестью, его начинает выкидывать на поверхность, он понимает, что он взял мало слишком грузов, он пошел за грузами. Ну, все, в итоге я занимался только с его женой, а он вот увлекательно, значит, проводил время, всплывая и погружаясь. И поэтому мы вышли, я сказал, ребята, вот я вас предупреждал, я говорю, больше я вот такой ошибки никогда не сделаю. Это был последний раз, когда я согласился на двух человек в воде. Ну вот. Ну вот как раз здесь был момент, показано было, как человек там занимается съемкой макро. Да, не обязательно, значит, тоже, что, ну, как бы, люди приходят со своей фототехникой и хотят часто, то есть у кого нет техники своей, они, конечно, обучаются на том, что я им даю, но кто-то приходит со своей техникой, да, и хочет именно вот, чтобы я им настроил все и показал, как работает их камера. При этом, например, они могут прийти не со вспышками, а с видеосветом, да. Ну, окей, можно, и такие проблемы, задачи тоже мы решаем. То есть не обязательно, как бы, упираться только вот в один вид конфигурации. Конфигураций техники может быть много, но каждое можно найти применение, да. Вот, как бы, пример, да. Это фотография моего ученика, а это я вешу в кадре над кораллом. Вот единственный, кто во время занятия позволяет себе такую наглость плавать и быть в состоянии нейтральной плавучести, это я, как преподаватель, потому что как раз мне нужно, ну, как бы, показать человеку и попросить его сделать фотографию, вот такой вот, ну, как бы, классический кадр. Коральчик на дне, дайвер зависает над кораллом, да, поэтому я тогда в качестве модели зависаю, а ученик снимает меня, да. Вот, теперь мы плавно переходим вот к чему. Год назад я, значит, перешел с камеры ТГ-6, вот камера, на которой я обучал фотографов именно вот на начальный уровень, я перешел на другую камеру, вот она на столе здесь стоит, это Olympus Pen 9 и Olympus Pen 10, есть еще такая камера. Pen 9 и Pen 10, они практически ничем друг от друга не отличаются, Pen 10 вышла через год после того, как сделали Pen 9, то есть вся электроника в Pen 10 и матрица та же самая, что стоит в Pen 9, единственное, что они сделали, это они изменили механизм вот этот отгибания вот этого заднего экрана, монитора, да, то есть сделали его более удобным, ну, как они написали в проспекте, для видеоблогеров, чтобы, значит, там было удобнее видеоблогерам самим себя снимать, вот. Поэтому вот Pen 9 и Pen 10 ничем не отличаются, а так как под водой камера эта находится в боксе, насколько этот экран отгибается, нам вообще все равно, да, поэтому можно спокойно покупать Pen 9, он дешевле, чем 10, вот, и точно так же, как 10 снимать, и вот этот бокс для этой камеры делает его, вот, донконгская такая уважаемая очень компания, это, значит, компания, которая много-много лет производила боксы для фирмы Olympus, вот, то есть для всех камер Olympus боксы на самом деле производила вот эта гонконгская компания, но на боксах нигде это не было указано, это была такая маленькая корпоративная тайна, да, вот, ну, часто компании, которые такие международные, большие, если что-то может делать для них какая-то другая фирма под их брендом, они заказывают это у сторонних производителей, вот, так как Olympus специализируется именно на сложной электронике и на камерах, ну, такая вещь, как боксы для них была не самая важная, они подписали контракт вот с этими китайцами, вот, а год назад из-за там перетрубаций, которые произошли в Olympus, Olympus продал свое фотоподразделение и теперь это отдельная совершенно компания под названием OMD Solution называется теперь эта фирма, да, она будет продолжать выпускать камеры, ну, вот этого же формата Micro 4x3 только уже под новым брендом, вот, и, в общем, вот эта вот компания гонконгская получила право выпускать боксы для Olympus под своим собственным брендом, вот, чем хороша эта камера? Она, если ее сравнить с камерой ТГ-6, вот, рядом поставить ТГ-6, она буквально на сантиметр, наверное, шире, вот так вот, больше в ширину, вот, поэтому бокс для этой камеры, он такой же компактный практически, как для ТГ-6, вот, но при этом это уже полноценная беззеркальная камера, то есть у нее матрица Micro 4x3 и сменные объективы, да, то есть это такой, ну, как бы, резко качественный скачок по, ну, по отношению к ТГ-6, да, то есть если вы хотите перейти на более такой, вот, как бы, более качественный уровень съемки, то самый лучший переход от простой мыльницы уже к камере со сменной оптикой, это вот, это вот камера Olympus Pen 9 или 10, вот, чем еще хороша это, ну, вот здесь показано, что вот три основных объектива, которые используются, и три порта, да, то есть справа макро объектив, внизу 60 миллиметров, потом фишай 8 и вот этот блинчик, это Zoom 1424, кстати, вот эту камеру я очень советую фридайверам, потому что она, она очень компактная, она не мешает в нырке, она вот в одной руке держится, ты ныряешь, у нее такая хорошая обтекаемость, парусности у нее практически никакой нет, вот, она даже с фишаем очень-очень компактная, то есть для фридайверских целей это самый вообще идеальный вариант, вот, вот здесь вот на фотографии показано, показано, что идет в комплекте, в коробочном комплекте этого бокса, то есть вот вакуумный насос, который, то есть в боксе встроенный вакуумный датчик протечки для этого вот насоса, чтобы откачать воздух и посмотреть, протекает бокс или нет, да, значит, порт уже тоже в коробочном комплекте, порт под Zoom 1424, значит, уже в комплекте, да, то есть, как правило, у других производителей боксы продаются без портов, а здесь в коробочном комплекте уже идет порт, то есть ты можешь вот так же покупаешь китовый набор, он продается, вот эта камера продается с китовым объективом 1424, покупаешь, вставляешь бокс, пошел снимать все, вот из коробки достал и вперед, плюс вспышки поджигаются по оптоволокну и энергия встроенной вспышки камеры не тратится, то есть через горячий башмак подключается, там стоит триггер, который преобразовывает электрический сигнал в оптический и вспышки срабатывают, вот спереди вот две дырочки наверху, это два контакта под оптоволокно, вот, ну вот так выглядит сама камера, вот, вот это вот, например, вариант для видеосъемки с двумя видеофонарями, вот, это уже другой бокс, тоже этой же компании, но уже под беззеркалку микро 4 на 3, более старшую, а включите, пожалуйста, вторую папочку, вот это как раз мой сейчас бокс, которым я пользуюсь для обучения в бассейне, в чем еще прелесть этой камеры, для этого бокса, можно не покупать сменные порты и не покупать объектив типа фишай, широкоугольная вот эта линза, которую я использовал на ТГ-6, она прикручивается к порту этого бокса напрямую, и объектив 1424, вот этот зум с этой широкоугольной насадки превращается практически в фишай, широкоугольная линза стоит 30 тысяч рублей на Алиэкспрессе, вот, а объектив типа фишай стоит 1000 долларов, так, на минуточку, да, вот, поэтому, ну, получается довольно хорошая такая экономия и оперативность, то есть ты под водой можешь переходить сразу от съемки зум-объектив к широкоугольной съемке, и опять же еще на этот зум-объектив можно накручивать макро-линзу и тут же снимать макро еще под водой, то есть все не меняя никаких портов, вот. Это вот примеры съемки в бассейне этой камеры, но я хотел показать съемки, которые я делал этой камеры вот в открытом море, вот в прошлом году ездил пару раз и на Красное море, и этой камерой снимал там под водой, так, ну-ка, откройте, пожалуйста, папочку еще раз, нет, 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 вот, вот это закончилось, да? Ага. Так, а вот первую, которая была до этого, так, вот давайте вниз, пролистайте, пожалуйста. Вот, просто так, не станите, так, 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 еще, 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 еще. Ага. Ну, включите еще. Сейчас еще раз включите. Значит, у меня вчера случился трабл с моим ноутбуком, и я думал, что у меня скачались фотки, но, в общем, это вот примеры, это не мои фотки, но это примеры того, как снимает Олимпус в открытом море. Это вот небольшое видео, снимали его в Германии два немецких, там, подводных фотографов, такое небольшое слайд-шоу, съемка вот этим Олимпусом М9-10 в пресном озере. То есть это видео, снятое, как, как, с СМС-ю, и довольно неплохое видео снятое. Ну, и перемежается слайд-шоу, делаем в Олимпусом М9-10 в пресном озере. Вот, вот такие вот, такая история. Значит, сейчас обучаю я подводные фотографии в Москве, в бассейне, в дайвинг-центре «Морские ангелы», это метро «Белево». Вот, если есть у кого-то желание попробовать что-то, значит, узнать новую подводную фотографию, приходите, буду рад помочь. В бассейне занятия обычно, одно занятие со мной проходит примерно в районе шести часов. Потому что мы, вот, предпочитаем, что сегодня мы приходим в бассейн, где-то часа три мы беседуем по теории, потом мы погружаемся в воду, потом выходим, потом смотрим на экране компьютера, выходим в сняли, создаем проделанную работу сзади, в общем, где-то вот пришло в шесть, то есть занимаемое по времени. Решим, это не проблема. Вот. И, ну, ну, если, я думаю, что у всех здесь присутствующих, там, книжка моя есть, наподобие, в Галязи, если нет, то подходите на стенд, там, и вы можете купить, а я вам тоже. Вот. На этом все. Спасибо. Давайте до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok